Представляем вам сборник лабораторных и практических работ «Метрология, стандартизация и сертификация». Авторы Юлиана Константиновна Атрошенко и Евгений Владимирович Кравченко представляют кафедру автоматизации теплоэнергетических процессов Томского политехнического университета. Данное учебное пособие призвано закрепить теоретические знания в области электрических и теплотехнических измерений, стандартизации и сертификации. А также привить практические навыки применения основных положений и методов метрологии. Две большие части – электроизмерительные и теплотехнические приборы – состоят из лабораторных и практических работ. Каждая из них имеет очень четкую структуру. В лабораторных после небольшой вводной теории описаны порядок выполнения работы и обработки экспериментальных данных. Затем описано содержание отчета и данные контрольные вопросы. В практических работах после теоретических сведений идут индивидуальные задания, в каждом из которых порядка 20 вариантов. Данный практикум станет незаменимым помощником преподавателям дисциплины метрологии, стандартизации и сертификации в проведении семинарских занятий и лабораторных работ. Право для экономистов и менеджеров. Учебник и практикум для академического бакалавриата. Автор – доцент высшей школы экономики Владимир Григорьевич Беляков. Издание имеет традиционную для дисциплины структуру по отраслям права, но с упором на такие отрасли, как корпоративное, договорное, налоговое, трудовое право. Материал адаптирован с учетом непрофильного характера аудитории и имеет для нее очевидную практическую пользу, так как на практике, заключением договоров, открытием счетов, регистрацией юридических лиц и т.д. часто занимаются неюристы. Практикум, который дан по каждой теме, направлен на формирование именно указанных навыков. В практикуме широко используется метод кейс-стадия, предполагающий анализ конкретных ситуаций с выработкой оптимального управленческого решения с использованием правового инструментария. Стратегический менеджмент – это вид управления организацией, который ориентирован на долгосрочные цели и действия компании. Важным признаком хорошего менеджмента является миссия и цели организации, где продуманы действия сотрудников, а также есть необходимые инструменты и технологии, которые помогают в достижении поставленных целей. Доктор экономических наук, профессор Российского государственного и экономического университета имени Плеханова Михаил Николаевич Сидоров в своем учебнике «Стратегический менеджмент» описывает виды стратегий, методы их разработки и основы стратегического планирования с учетом особенностей современного бизнеса. Предлагаемое издание очень компактное, всего 145 страниц, однако необходимая теория изложена с достаточным количеством примеров. Рассмотрим стратегию сети магазинов «пятерочка» – низкие цены, торговая наценка всего 10-12% и ассортимент, включающий наиболее ходовые товары. В учебнике описаны так называемые совместные предприятия, которые создаются для реализации международных проектов. Например, американская компания Boeing совместно с Норильским никелем производят титановые сплавы для самолетов и другие их детали. В конце учебника есть тесты для самопроверки. Издание рекомендовано студентам, обучающимся по экономическим направлениям и специальностям. Механика прочности и разрушения вошла в основу понимания многих процессов, происходящих в природе. Использование деталей, механизмов и образцов из новых материалов всегда являлось одной из главных целей исследований ученых. При этом само определение основных характеристик материалов невозможно без стандартных испытаний на растяжение, сжатие, кручение и сдвиг. Для успешного изучения подобных вопросов рекомендую практику по курсу «Сопротивление материалов». Профессора инженерного факультета РУДН Кривошапка Сергея Николаевича и профессора военной академии РВСН имени Петра Великого Копнова Валентина Алексеевича. Издание включает в себя все темы сопромата. Для преподавателей предлагаемое учебное пособие будет крайне удобно для проведения семинарских занятий, составления курсовых проектов и контрольных работ. Также работа может быть использована студентами отдельно для самостоятельного изучения, так как краткие теоретические сведения даны в начале каждой главы. Важно заметить, что работа содержит задания и в виде лабораторных работ. Приведу одну из таких. Испытание нажатия образцов из пластичных и хрупких материалов. Целью работы является определение пределов прочности и изучение характера разрушения образцов металла, цемента и дерева при сжатии. Далее приведено подробное описание работы и порядок выполнения. Учебное пособие рекомендуется студентам и преподавателям высших учебных заведений инженерно-технических направлений. А также может служить практическим пособием для проектировщиков, инженеров, использующих методы сопротивления материалов. Каково соотношение понятий сетевая, кибер- и информационная безопасность? Почему Российскую Федерацию может не устраивать содержание пункта B 32 статьи Мутапештской конференции о киберпреступности? Ответы на эти и многие другие вопросы есть в учебнике «Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности». Он написан под редакцией доктора юридических наук заслуженного юриста Российской Федерации Татьяны Анатольевны Поляковой. И доктора юридических наук заслуженного деятеля науки Российской Федерации Анатолия Александровича Стрельцова. Авторы учебника принимали участие в разработке разделов концепции национальной безопасности до 2020 года, посвященных информационной безопасности. То есть можно говорить о том, что научные разработки были трансформированы в официальный документ, а затем переработаны в учебные издания. Отдельно по тексту выделены блоки «Научная дискуссия», «Важно запомнить», «Судебная практика». Задание для размышления. Нормативный и теоретический материал дополнен практикумом, содержащим в основном задания аналитического характера. Авторы, например, просят проанализировать различия подходов в определении государственной и коммерческой тайны в законодательстве. Или здесь изучить таллиннские рекомендации и определить их уязвимые места. Учебник выходит в серии «Бакалавр и магистр». Следовательно, нацелен на получение как общих знаний в области обеспечения информационной безопасности, так и более глубоких. Для своего времени возведение пирамид в Египте было инновационным проектом, ведь раньше таких сооружений не строили. В наше время изобретение лекарства от рака – тоже инновационный проект. Представляю вашему вниманию учебник и практикум «Управление инновационными проектами». Члены авторского коллектива представляют кафедру экономики, исследований и разработок экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Наши авторы описывают бизнес-планирование и жизненный цикл инновационного проекта, а также учат искать источники финансирования для такого дела – бизнеса. К каждому параграфу подготовлен практикум с вопросами и заданиями, с тестами, рекомендованной литературой. Особенно интересными, на наш взгляд, являются задания главе 4 по управлению рисками, то есть причинами, которые могут повлиять и уже влияют на успех организации. Авторы дают классификацию таких рисков и отмечают, что невозможно управлять тем, о чем мы не имеем представления. Управлению поддается выявленный и детально описанный объект или причина. В бизнесе это и называется риск. Учебник будет интересен студентам экономических вузов и финансовым специалистам фирм. В условиях совершенствования и постоянного реформирования налогообложения России налоговая безопасность хозяйствующих субъектов приобретает самостоятельную и очень важную роль. Николай Анатольевич Пименов, заместитель декана Департамента анализа рисков и экономической безопасности финансового университета, подготовил прекрасный учебник «Налоговое планирование». В книге представлены два раздела, посвященные практическим аспектам корпоративного налогового планирования. В учебнике подробно раскрываются приоритетные направления налогового планирования, направленные на формирование эффективной системы экономической безопасности хозяйствующих субъектов в современных условиях. Даются рекомендации по минимизации налоговых рисков в целях повышения конкурентоспособности. Обобщаются и систематизируются риски хозяйствующих субъектов, возникающие в ходе оптимизации налоговых платежей, в том числе и с использованием офшорных юрисдикций. Подробно анализируются различные налоговые схемы по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу, а также вытекающие из этих схем риски признания необоснованной налоговой выгоды. Раскрыты риски уголовного преследования, связанные с минимизацией налоговых платежей. Отдельно в тексте выделены вопросы практики и примеры из опыта российских и зарубежных компаний. Практикум после каждой головы интересен различными ситуационными заданиями, которые с легкостью можно использовать для работы на семинаре. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры «Право и регулирование несостоятельности банкротства». Автор – доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Екатерина Сергеевна Юлова. Издание в полной мере соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Его структура очень продумана и логична. Порядка 60% материала направлено на формирование знаний и умений, что достигается за счет освещения теоретической и нормативной базы примеров из правоприменительной практики. Около 40% материала направлено на владение навыками анализа и толкования источников правового регулирования банкротства, подготовки квалифицированных юридических заключений и иных документов. Издание является функциональным и удобным с точки зрения получения и усвоения информации. Дидактический аппарат включает большой объем иллюстративного материала в виде схем, таблиц, диаграмм, графиков, наглядно демонстрирующих алгоритмы процедуры банкротства. Использование данного академического курса повысит эффективность как аудиторной, так и самостоятельной работы при изучении соответствующей дисциплины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok